Прямо сейчас мы находимся в очень интересном месте. Это такая специальная комната мучений. Именно в эту комнату я буду телепортировать сегодня всех тех, кого я поймаю за любыми нарушениями, будь то ДМ, будь то читы. Обычно, когда я замечаю нарушения, я сразу же выдаю наказание и просто смотрю на реакцию. Но сегодня я буду не просто находить ДМщиков или каких-то нарушителей, тем более читеров, а еще и буду их сюда телепортировать и лично с ними общаться. Возможно, что-то интересное узнаем и выдадим гораздо более жесткое наказание. Так, у нас тут моментально во время нашего разговора появился некий Белидз Хоризо. Вроде я этого типа когда-то видел. А, да, он у меня даже в этом, в чекере находится, у него раньше был ник Артур Хоризо. И, судя по тому, что он тут стоит, далеко не центр гетто, слил двух балосов, которые просто катались. Я сомневаюсь, что они на него напали, но в любом случае утверждать ранее, конечно же, ничего не буду. У него уже и дигл, и прокачанные аксессуары некоторые имеются. По истории наказаний, окей, оказывается, у нас тут ДМчик есть, еще ДМчик. Ай-яй-яй, жалоба какая-то, куча нон-РП, описание у персонажа, и, судя по всему, ну нет, описание у него осталось нормальным. Видимо, до этого писал какую-то дичь. Короче, давайте попробуем за ним последить, посмотреть, чем он будет заниматься. Неужели он реально способен вот так вот просто кататься по карте на прокачанном аккаунте 114 уровня и разносить типов? Просто я реально сильно сомневаюсь, что они на него напали. Это, конечно, возможно, но все равно. Он еще и пытается плюсцешить, но как-то у него это кривовато получается, но окей. Стал около моего дома. Наверное, сейчас что-нибудь провокационное напишет. Он это любит делать. Я когда наказание выдаю, вроде он какую-то чушь бывает в чат пишет. Его боятся даже честники. Ахаха, ну и позор. Кто бы говорил, сколько людей уже выгнано нафиг с сервера и не заходит сюда. Да по допе, выходи. Да, конечно. Вот кому он это пишет? Прикиньте, все это время я бы сейчас в ФК стоял и жалобы проверял. Вот он как шизофреник подходит к двери и что-то пишет. Зачем? Не понимаю. Так, он приехал в центр гетто, сел в свою маленькую машинку и моментально оттуда уехал, потому что по нему начали фигачить. Что-то как-то быстро он испугался. Походу, не только меня одного боится. Да, в итоге он даже не дожил до момента выхода из своей машинки и успешно был слит. Да, опасный паренек, конечно. А, вот как. Завуалированно решил у нас пооскорблять родных. Вот это ты, конечно, попался. Он, наверное, думает, что вот за это ни в коем случае его не накажут. А если накажут, он скажет, ну я же имел в виду, не знаю, мамонта или машину. Или я случайно эту букву написал. Да, конечно, конечно. Ладно, хорошо, 114 левел. Давайте-ка мы с ним пообщаемся в комнате страха. Вот это уже интересно. 660. Хай. О, привет. Ну как оно? Надоело играть, да? Как? Мне норм. А, даже так. Мне бан? Ну а как ты думаешь? Ну бан за что? Читов нету. Ха, а кроме читов нельзя ни за что банить? А, типа много ДМа. Он типа, знаете, притворяется дурачком, который ни в коем случае не писал ту чушь в чат. Я нарушаю много? Ты, видимо, под дурачка косишь. Нет. Сам же знаешь за что бан. Сознался бы лучше. Было бы проще. Да за что? О, ну понятно. Я уж думал он сознается, хотя бы дней на 20 снести. Я честно не знаю. Как скажешь. Напишешь жалобу и будешь притворяться 100% о том, что я просто случайно написал М ебал. Ха, ха, ну да. Ну да. Мамой клянусь. Ха, ха. Я понял. Я понял. Какой же он странный. Ладно. Понятно, понятно. Все. Счастливо. Напишешь жалобу. Ха, я не знаю на что он надеялся. Идем дальше. А дальше мы не идем. Внимание. В момент. Просто в тайминг. Мне пишет вконтакте какой-то чел. Кидает ссылку на эту жалобу и пишет. Привет. Будешь ему отвечать. Такой беспалевный, как будто бы это не он. Короче. Оказывается, моментально. В момент выдачи наказания я предугадал. Он сразу же написал жалобу. Жалоба следующего характера. Его ник. Ник администратора ДАПО ДОПЕ. Причина наказания. Оскорбление родных. Итак, слушаем историю. Суть жалобы. Добрый день, администрация. У меня есть такая проблема. Я, короче, играл в Аризону РП и наслаждался игрой. И иду я в центр гетто. И меня начинает ДМить игрок. Что, в принципе, разрешено там. И он меня убил. И от злости я написал. Эээ, вот это вот. А не маму. Ха-ха-ха. Ну да. И потом меня тэпэхнул администратор ДАПО ДОПЕ. И начал со мной разговор. Я честно не знаю, за что он меня тэпэхнул. И я не строил из себя дурачка. Но ДАПО ДОПЕ не верил мне. И забанил меня за оскорбление родных. Но вроде как за фразу А и вот это вот. Хотя там буква М была как бы. Не банят. А дают мут на 300 минут. За упоминание родных. И Диморган на 300 минут. Я никогда ни разу не видел, чтобы человеку выдавали Диморган за упоминание родных. Это странная картина. Маму ДАПО ДОПЕ я не оскал. Я сейчас серьезно. Я не строил из себя дурочка. Я бы хотел попросить, чтобы меня разбанили. Я готов на 300 минут Диморгана. И на 300 минут мута. И готов отдать вам деньги. Чтобы меня разбанили. Извиняюсь за свою ошибку. Или хотя бы укоротить бан. Мне надо другу дом отдать. Что-то до этого ты как-то про дом ни слова не говорил. Прикрепляет конечно же скрин того, что его забанили. И позже пишет. Могу пройти в дискорд поговорить с ДАПО ДОПЕ и с Дианой Мироновой. Я не знаю на что он надеется. Я конечно ему отвечу. Прикреплю скрин. Но зачем? Вот зачем? Очень странный чел. Окей. Такие бывают. И мы таких уже видели. Так. У нас тут какой-то интересный пациент. УЗИ явил. Я его сегодня вроде как видел. У него 18 уровень. Видите. Уже заряжает себе эмочку. Что-то выпрыгивает. Так. Тут вагас прокатывается рядом. Конечно же. Он пытается по нему попасть. Что же еще? Ну это типичный ДМщик. Вагасу. Хотел сказать повезло. К сожалению нет. За ним уже зашли. В спек. Давайте успеем его тэпнуть. Гитхере 659. Или его сейчас посадят наверное быстрее чем я его телепортирую. Офигеть. Тайм. Что такое? Привет. Ну привет. Офигеть. Чем это ты занимаешься? Тут кстати за ним до сих пор сидит вроде админ. Да. В спеке. Я в видео. Нет. Я просто слежу. Жаль. Так что ты делаешь то? Ну у нас война же. И что? Я не плюс сэшел. А где РП? Я понимаю. Там РП надо в два. Что в два? Вдвоем наверное он имел ввиду. Извини. Так если ты это понимаешь. Почему все равно дэмишь? Ну чел сам дэмил меня. Он мимо проезжал. Еще раз его история на Казани. Шестьсот пятьдесят девятый. Так. А его еще оказывается за читы банили. Нифига себе. Я не понимаю особо как РП в такой ситуации отыгрывать. Тут у нас смотрите-ка еще СК. СК. ДМ. Неадекватство. ДМ. ДБ. Жалоба. Че-то перевыдача. ДМ плюс С. Жалоба. Жалоба. ДМ. МП. ДМ. ДМ. Короче че-то слишком много. Типа без плюс С стрелять? Я твой сап. Ну это я понял. I love you. Пофиг. Ну короче ты даже РП не знаешь как играть. Ток без ганбана обещай. Больше такой фигни не будет. Ну без ганбана нельзя. Он уже боится. В таких ситуациях нет. Ты просто должен сам подойти и начать РП диалог и отыграть ситуацию. Я очень редко захожу. Ну прошу не надо. Но все равно же редко заходишь. Я понимаю все. Извини. Хорошо. Я не на большой срок выдам. Но все равно ганбан будет. Можно без ганбана. Прошу. Увы нельзя. У меня немного ДМа. Да смысл немного ДМа. 659. Ты что угораешь? 24 год. С января этого месяца вот столько всего. Один раз был ганбан. А у тебя даже и ганбан уже был. Весь ДМГ. Оприс копы. Что-то понятно. У него оказывается уже был ганбан. Серьезно? И это даже походу здесь не видно что ли. Либо я не могу пока по крайней мере найти. А нет. Вот выдан ганбан на один день. СК. Ну на три дня выдадим. Офигеть. Ты легенда моя. Спасибо. Но в этот раз на три дня выдан. Прости что нарушил. Ладно. Посадим его короче. 659. Давайте на 180 ДМ. И ганбан на три дня. 659. Три. Давайте на два. Хорошо. Пожалеем. Я не нарушаю много. Да нарушений у тебя слишком много братуха. Еще всего лишь 18 уровень. Такое себе. И тут за один ДМ пролетает ганбан. Да короче посмотри свою историю наказания. И ты все поймешь. Короче давай так. Два дня. Ганбана. Это раз. И если ты в будущем продолжишь нарушать. То в таком случае это будет уже дней 15. Сразу говорю. Потому что если ты этого не усвоишь в этот урок. То к сожалению. К сожалению. Ты реально получишь большой срок. Я его только посадил. Он уже вышел. Он за бабки что ли вышел или что? Что он сделал? Как он вообще освободился? Или у него талоны были на выход? Возможно кстати. Да. По I love you. Ну да. Он быстро слишком вышел. У него кстати даже аксы имеют. Слушайте. Всего лишь 18 левел. А уже нормально так как сов. Короче. Суть в том. То что он вышел благополучно из Демаргана. Это не страшно. Поэтому видимо он его и просил без ганбана. Ну ладно. Но благодаря тому что ганбан на 2 дня. Ближайшие пару дней он никого не побеспокоит. И не будет нарушать. Но в будущем я тебя предупредил. Если будут нарушения. То к сожалению это будет слишком. Слишком большое наказание для тебя. Ладно. Все. Пока он не представляет никакой угрозы. Чекаем дальше. Самп гуй какой-то. Что за гуй? Непонятно. 23 уровень. За ним уже следят. И по киолисту волка какого-то слил. Сейчас едет уже на респу балос. Надеюсь не для того чтобы ее разнести. По истории наказания все крайне печально. Упоминание родных оказывается было. Плюс ТК. Здесь ТК жалоба жалоба. ТК плюс ССБИФ анимации. ТК. Неадекватство. Очень много ТК. ДМ. 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 Короче. Очень много нарушений. К великому сожалению. И возможно он сейчас попытается кого-то задемить. Возможно. Не знаю. 306. Я заранее скопирую команду. Чтобы если что. Его к себе телепортировать. Вот ему то точно уже не нужно будет жалеть. Потому что слишком много неадекватства. Все это не то что в этом году. Это даже не с начала месяца. Это жесть. Это он столько всего наполучал. Вы приколитесь. И продолжает походу нарушать. What's up? Странно это слышать от Вагаса. Который Латинос. Ну ладно. Я сомневаюсь. Что этот чел шарит за РП. Ладно. Давайте пока за ним последим. Потому что за ним тоже слит еще один админ. Ай. Да за ним ГА следит. Ай-яй-яй. Да слушай. Ты прям это. Звезда сервера. Что-то мне подсказывает. Что он реально сейчас способен нарушить. Кого-нибудь найти. Начать пинать. Бить. Или что-то в этом духе. Главное просто дождаться. Я прям уверен. Что у него руки чешутся. Кого-нибудь поразносить. Он постоянно подходит. Я понял. Я понял. Да. Весельчак. 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 В итоге типа слил. А. Что? Ну и что ты делаешь? Весело тебе? Смотри. Смотрю. Я из МЦ-13. Они. Афроамериканцы. И. У нас война банд. И можно ИСК и плюс С. Ну сори. Плюс С это привычка. Плохая привычка. Согласен. Ты свою историю на Казани видел? Неа. Ну глянь. Я помню только то, что мне Миронова варенник давала. Еще раз. 306. Вот это вот все. Меньше чем за месяц. Жесть. Ну понятно. Короче ганбан. Ну тут плохо да. Ганбан на 10 дней наверное. Давайте выдадим так. Плюс С. СК. Ну и посадим соответственно тоже на 3 часа. 306. 180. СК. Плюс С. А что? Это за БДСМ комнатушка? Да для тебя. Специально построено. Раз и два. Я не знаю выйдет ли он с Димаргана как тот чел. Но в любом случае с ганбаном он остался. Не понимаю зачем ему нужно было принципиально слить типа. Еще и с плюс С. То есть прикиньте он подошел. Подошел. Кинул ему анимку чтоб того зафризило. За плюс С шел в бедолагу. Прям на респе. В итоге куча нарушений за раз. И все. И типок отлетел. Чел пишет. Капец да по жизнь игрокам портит. Ну это какой-то просто кошмар блин. Это тот чел который раньше нарушал. Но сейчас видимо боится. Ай-яй-яй. Ну это хорошо. Хорошо что боится. Так в итоге еще одного мы успешно откинули. Слэш ми умер. Ха-ха-ха. Интересно. Тип реально погиб. Так. Шо за Мэй Хем. Типочек. Который слил. Только что. Какого-то. Как я понимаю. Копа. И сейчас бежит уже на респу волков. И вроде в Инту. Надеюсь не для того. Чтобы их там всех разнести. Это было бы для тебя печально. У него тут два дема уже имеется на пятом уровне. И Рошик. Его глушили аж на пять часов. Вы только вдумайтесь. Судя по всему. Тоже такой себе персонажик. И непонятно кто это. Потому что по пятому уровню. Кажется что это чей-то твинг. Который он создал. Чтобы просто понарушать нелепо. И не более того. Так или иначе. Это конечно можно будет чекнуть позже в логах. Узнать какую-то правду интересную. Но пока что. Последим за ним. И посмотрим чем он будет заниматься. Если он рискнет опять. Как и остальные. Кого-то задэмить. Заплюстэшить и так далее. То я буду вынужден его. Так же. Неплохо так наказать. Так он пробегает мимо. Мимо Балласа. И он его не тронул. Вот это меня кстати удивляет. Потому что он очень похож на того. Кто хочет прям разнести любого. Но того типа он не тронул. Возможно побоялся. Потому что у них могут быть аксы. Взглянул на часы. Интересная картина. Зачем же ты на них смотришь? Так. Там какой-то Адамос Допи. С моей фамилией в нике. Бегает там с гитарой. И да. Этот пытается как будто по нему попасть. А сейчас просто уже вперед плюс цешит. Ладно. Хорошо. Давайте подождем. Рано или поздно. Я думаю то что он способен нарушить. Либо просто выйдет из игры. Как многие остальные. Но пока что он просто перезаряжает себе ганы. Я прям реально уверен в том. Что он рано или поздно кого-то найдет. Кого ему нужно просто железобетонно разнести. И возможно даже с плюс ц. Хотя судя по тому как он плюс цешил. Он это не особо круто делает. Даже предыдущий Вагос. Которого я наказывал. Делал это более менее. Ладно. Следим. Следим. Так. Видите. Уже пытается по этому гру попасть. Но здесь зезе. Здесь ему не суждено кого-то слить. Все еще ищет себе какую-то жертву. Заглянул в карман. Опять дегла зарядил. Шо ж там такое-то? Прям конкретные заряды у него. Обойма за обоймой. Это шо? Как он сейчас шел на альте и скользил? Это какая-то магия. Такое ощущение. Что он играет знаете с чем? С бесконечным бегом. Потому что у него должна быть сейчас усталость. Видите. Он бежит как бы уставший. Но с той же скоростью. Что и обычный игрок. Вероятнее всего у него реально усталость на нуле. А он играет с читами. Я почему-то в этом прям уверен. Тем более он еще играет со сборки. На нее можно больше разных читов рабочих поставить. Поэтому картинка такая себе. На самом-то деле. Ладно. Давайте так. Я буду сейчас за ним следить. И как только он нарушит. Мы что-нибудь с ним сделаем. Если он конечно не сольется с игры. Опять ганы заряжает. Что ж такое-то? А у него еще и мут. Как я с ним разговаривать-то буду? Ха-ха. Походу его просто придется наказать. Так. Вот он сейчас покушал. И по сути восстановил свою сытость. И сейчас. Ну бежит по сути так же странно. Либо не до конца ее восстановил. Либо фиг знает. Ну да. Видно что у него сейчас была анимка. Короче усталость. Но сразу сбилась. Если он пошел вот таким же уставшим бегом. Но очень быстро. Короче скорее всего да. Типок играет с щитами. Так. Впереди потенциальная жертва. Некий Фантом Блэк. Ему нужно только добежать. И заплюс сэшить в него. Посмотрим способен ли он на такие гадости. Так. Подбегает. Типок тут что-то ищет. Возможно инвайтика. Вместе заходит внутрь. Тут кстати ацтеков нету. Прям пустота. Он его трогать походу не будет. Да? Это прям хорошо. Если это так. Он уже некоторые банды проверил. Заходил к ним в инту. И ведет себя очень странно. Он прям как будто принципиально кого-то ищет. И просто хочет разнести массово. Осталось он респа Грув. Но я думаю что он ее трогать не будет. Хотя все возможно. Короче он абсолютно бессмысленно бегает по карте. Он не зашел на респу Баллас. Он стоял там в АФК минуты 2-3. Сейчас просто бегает. Как таковой цели в игре. Он не держится. А просто бегает и все. Ему тупо весело от прыжков. Ну а тут стоят Грувые Балласы. В принципе такая цель для разноса. Возможная. Подошел. Начал кулаками бить. Этого еще ударил. По нему уже целятся. Ну и он начал плюс цешить конечно же. Да. Ну что ж еще ему делать. Ну конечно. Ну конечно. Ну да. Еще и добьет. Да. В итоге добил. Зачем? Не понимаю. Второго начинает фигачить уже с плюс ц. Но в итоге слили его. И посадили. Успешно на 150 минут. Ну и правильно. Я все равно не собирался его короче это. Телепортировать туда. Потому что у него все равно мут. Толку от этого не было. Но вот этот вот скиез фрикун короче. Он вместе с ним тоже терся постоянно. И что-то в чат ему писал. Но тот ему ответить не мог. Потому что у него был точнее мут. Ну-ка ради интереса. Что он тут тоже трется с ними. Ничем не пишет у него. А, я понял. Ну у него тоже нормально так. Наказание, к сожалению. Позор. Плюс ЧС выселен. ДМ. 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 Это все, кстати... Это даже уже в этом. В апреле месяце. Ну и жесть. Так вот, ДМ, 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 СК плюс С. Выселяли постоянно. Тут еще один ДМ. Жалоба. Кого-то оскорблял. И СК. Окей. Короче, от него тоже можно ожидать всяких неприятностей. Возможно, стоит последить повнимательнее. Он как-то слишком странно около них трется. Как будто бы реально способен в любой момент достать Диггл и начать плюс Сэшить. Но он этого не делает, потому что только-только наказали чувака. И может догадываться, что за ним могут следить. Так, типы уехали. Все. На Альте ходить уже нет причин. Садимся на велик и куда-нибудь летим. Походу, у этого типа тоже особой цели в игре нет. Он просто катается по карте и все. Короче, в итоге он просто встал на респе и стоит тут в АФК уже продолжительное количество времени. В центре гетто, как обычно, происходит тоже балаган различный, но особо каких-то жестких нарушителей я здесь не встречаю. Хотя нет, есть какой-то Найт Невермори. Судя по киу-лис 100, он слил какого-то балла. Сайвити тут трется тоже около Больки. Целится в разных игроков. 24-й левел. Аксы какие-то имеются с определенной прокачкой. И по истории наказаний у нас следующее. Раньше, кстати, его звали Егор Хоунтет. Значит, ДМ, провокация, ДБ ковшом, ДМ и плюс С, ДМ ЗЗ, неадекватство, броник на копте, стрельба СК Грув, СК. И за четы его сносили. Интересно. Аж на 10 дней. Это все в этом году. А нет, это все, это было в том году. А в этом году, вот отсюда и все, что выше. Ну, такая себе картина, конечно, но стоит около лавки. Что-то хочет купить, возможно. Так, он вышел. Походу, горит. Видите, у него ХП отнимается. Я просто огня этого не вижу, так как только перезашел за ним. Но выжить он должен. Так, убегает дальше. Что-то он там, походу, взорвал или что-то сделал. И бежит себе спокойно. Мне что-то подсказывает, что он тоже в конечном итоге может кого-то зафигачить. Что мне не хотелось бы, конечно. Но, блин. С его-то историей наказаний возможно все. Вот там, допустим, катается Балас, какой-то еще типочек, как сказать, гражданский. Которого просто можно взять и зафигачить сузишек без каких-либо причин. Он уже в него целится, но трогать пока не стал. Возможно, понимает, что за ним могут следить и получить нефиговое такое наказание. И все, и в итоге ушел в АФК. Мне нравится то, что раньше они прям, знаете, демщики были наглые. Они, бывает, прям подходили и вплотную фигачили. Прям настолько жесткие были. А сейчас, в течение времени, когда я дал им понять, что ну не получится, ребята, так вечно себя вести. Но никак. Вы либо теряете доступ к игре, либо прекращаете нарушать. И в итоге, видите, он подходит, целится. И ничего не делает. Так, еще тут стоит какой-то АФКшник на балосах. Он его не трогает. Балос вообще безобидный. Даже без ганов просто убегает. Да, и он его трогать не стал. И просто успешно оттуда уехал. Ну, побаивается, побаивается. Это хорошо. Но уже что-то перезаряжает себе какие-то пушки из этого, из инвентаря. Там у нас катается какой-то грув. Амир-мажорка. Он у нас вроде в одном из роликов уже фигурировал. Сейчас важно понять, чем занимается у нас вот этот все-таки рифовец. Потому что он себя слишком подозрительно ведет. Че-опа! Опа! Шо ты пугаешь, Типа? Ну все. Шо все. Прощайся. А, даже так. Интересно. Что тот, что этот играет, кстати, с лаунчера? Репорт. Помогите! Молодец. Репорт написал. А как он это об этом узнал? Зачем? Хорош. Умный. Ха-ха-ха. За Амиром уже зашли в спек. Куда бежишь? Не, Амир-то правильно поступил, если понимает, что его могут сейчас задэмить. Ты дурак? Ха-ха-ха-ха. Убейся. Я на месте стою. Идиотина! Все, пошли какие-то оскорбления. А до этого? Куда? Бежал. Три точки. Ну, за Амиром уже никто не следит, а этот типок просто ушел в АФК. Самое время Амиру просто отсюда свалить. Да, что он в принципе и делает. А куда вот этот вот пропал, вот это уже интересно. Зачем это он свернулся? Шо ж он там хочет сделать? Прямо во время диалога. Общался-общался и тупо свалил. Так, из АФК вышел. Замечает то, что Амира и близко нету. Он уже убежал. Что же нужно сделать? Правильно. Снова уйти в АФК. Тут пожаловались. Сказали, что 700 айдишник читер. Я за ним захожу в спек. Типа просто нету. Шо вы понимали. Его просто нету. Да, да. Ну, я вижу, что он играет с каким-то читом. По типу инвиза. Что со стороны он выглядит наверняка очень странно. Ну-ка 497. Зайдем за ним в спек. И да, видите, вот его отсюда видно. Так, в туалет захотелось. И уезжает. Заходим за ним в спек, а он невидимый. Типок, да, использует какой-то баг в игре с интерьерами или что-то в этом духе. Короче, просто играет с тупыми софтами. Катается тут везде. Какой-то чушью занимается, по сути. Я таких читов не видел даже, чтобы прям типок был невидимый. Но в любом случае он палится, потому что, ну вот. Шо вот это такое? Админ им это прям сразу говорит о том, что это чел-читер. Но странно, что за ним зашел спек админ и потом вышел. Хотя сейчас снова зашел. Что он вообще пишет? Опять зашел спек, и его снова не видно. Вот он реально невидимый, типа. Это, видимо, какой-то обход античита. Вот сквозь стену проехал. Занимается просто дичью. О, вышел. Теперь его видно. А теперь нет. Походу, это инвиз работает только через машину, как я понимаю. Но в любом случае меня не крашит, не кикает. То есть я его вижу. Раньше-то были такие прям крашеры, знаете. Заходишь в спек за типом, а его прям не видно. А здесь его видно. 497... О, он зашел внутрь этой тачки. Я понял. Ой, ну ладно. Выйдите, сэр. У него уже целятся. Вот они еще не знают, что это просто читер. Самый обыкновенный. Возможно, его в школе обижали. Все, он начал тут стоять, курить. Вышел. Он вообще не реагирует. Зачем? Ну как бы это служебная машина. Ты сюда залез просто как никто. Хотя почему как? Тут только состав ЛСПД. За неподчинение грозит розыск. Да ему по барабану. Это ж первый уровень. Ничего с читами. Круто. Выйдите, СТС. Можете выдать, и я уйду. Ну это прям такой, знаете, провокатор, которому абсолютно нечем заняться. Ему уже даже админ пишет, покиньте транспорт. Но ему по барабану. Я более чем уверен, что он даже это проигнорирует. Зачем? Короче, я его и скикну. И дождемся момента, когда он перезайдет. Потому что он, вероятнее всего, перезайдет. И мы посмотрим, как он подрубает свой чит. Пока он заходит, почекаем быстренько вот этого типа, от которого ушли со спека. Того самого рифовца. Так, я пока тут чекаю новичков. И уже видно, что даже античит жалуется. И это прям типичный у нас бот. Давайте тэпнем, ой, тэпнем. Слапнем его. Слап, не работает. Еще раз, еще раз. Нет, типок вообще не хочет. Давайте зафризим его. 110. Что такое? Да, вообще по барабану. Бан АйП, 110. Бот, он опять у нас прыгает даже в заморозке. Ну как это работает? Да все, иди отсюда. А этот рифовец уже подходит к другому типу и говорит, продай мне УЗИ. Сам собираю. Эх, было время, типы хотя бы имели скилл на дигл, который проще всего достать. А сейчас уже прям УЗИшки пытаются найти, чтобы подэмить, потому что УЗИ это имба оружия. Ладно, в итоге не получилось у него заполучить УЗИшечки. Вероятнее всего будет либо их искать, либо просто дэмить. Ну да, уже подошел, короче, к врачу, уже целится в него, как будто принципиально ездит за ним. Этот врач даже от него уезжает в итоге. Ну это странный игрок игры, что вот он читаем, как и многие остальные. Прям видно, что это тупо дэмщик, которому нужно беспричинно кого-то разнести. Бегает с диглом, плюс сэшит, блин, кого хочет. Есть УЗИ, куплю УЗИ. Ну да, что и стоило ожидать. Просто взял и заискашил типа, зачем, не понимаю. Что этот чел сейчас, наверное, напишет ему, либо в репорт напишет, что его задэмили. По себе постреляй, идиот. Упал такой, да блин. Если что, если вы задаетесь вопросом, почему я его еще не наказал, я хочу побольше посмотреть, чем он будет заниматься, и впоследствии наказать достойно. Тем более, с его-то историей наказаний. Можете даже не переживать, наказание будет. И будет серьезное. Короче, УЗИшки он не нашел, но ему предложили калаши. Именно новые которые. Аризоновские. С лаунчера. Потому что с ними имбовее сливать, чем с УЗИшками. Теперь он будет с калашами, судя по всему, бегать по карте и разносить игроков. Окей, хорошо, дождемся, дождемся. Так, все. Обмен произошел, калаши на месте. Но пока он только УЗИшки достал. С заряженными УЗИшечками зачем-то возвращается на респу Баллас. Но тут никого нету, по сути. Тут даже некого разносить. Так, как-то он аккуратненько пробегает по респе Баллас. Там стоит типок с мелким количеством ХП. Прям потенциальная жертва, чтобы просто ударить, или просто одну пуль пустить и все. Врач тут как тут, на месте, уже готов кого-то вылечить. Прям знает, что может быть ДМ, бабки залутать. Но этот как-то аккуратничает. Чет прям не хочет походу. В итоге он ворвался аж на респу Баллас. Но тоже никого не трогает тут. Там типок стоит в АФК. Здесь чел стоит в АФК. Он никого не трогает. Он как будто бы боится. Уже целится. Но видите, он больше, чем на прицел, не способен. Прям какой-то страху типа, знаете. Чисто целится и не более того. Короче, как вы видите, я в спеке за ним уже 18 минут. И это только с последнего раза как зашел. Он в итоге просто катается по игрокам, подходит целиться и просто уезжает. Давайте решим так. Мы прекрасно видели, как он заискашил того волка. Это было в ответку, потому что, судя по всему, волк начал первый. Но в итоге все равно же он так-то и заискашил. История наказания у него не самая приятная. Давайте вы в комментариях решите, что мне с ним делать. Наказать его в итоге и на какой срок? Или все-таки отпустить и не трогать? Думаю, проще будет решить всем вместе. Потому что по факту он просто катается и никого никак не трогает. Видите, опять подошел к типу и просто целится. Вот просто тупо целится. И больше ничего. Какой смысл? Я совершенно не понимаю. Хотя у нас тут еще имеется один рифовец, который просто стоит на респе. Эм, Балас? И заискашил, короче, типа. Я за ним уже следил. Ну да. История наказания вообще страшнючая. Блин, они все нарушают. Какая-то банда странная, вот эти рифовцы, потому что, ну, уже не первый раз замечаю эту тему. Ну а так, конечно же, не забывайте о том, что данный ролик я снимал на сервере Arizona St. Rose. И для вас здесь есть очень крупный и недавно увеличившийся специально бонус. Смотрите, если вы при регистрации укажете мой ник вот так, и всего лишь на пятом уровне промокод хэштег Дапо, за эти абсолютно простых два действия вы получите больше полутора миллионов вирт на руки. Просто так, на халяву. И на начальном этапе игры эти деньги вам очень пригодятся. Поэтому скорее заходите, играйте вместе со мной, если что, я уже на сервере, и каждого из вас здесь с огромной радостью жду. Ну а с вами был Дапо. Всем спасибо за просмотр. И совсем скоро увидимся уже в новом ролике. Ну а того, кто выиграл 3000 азов в прошлом видео, я опубликую у себя в Телеграм-канале. Ссылочка, если что, в описании. Скорее заходите, подписывайтесь. Там я часто с вами общаюсь. Все. Всем спасибо. Всем пока. А я пошел читать ваши комментарии.